Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем с вами прохождение в Firewatch. Ну что ж, окей, я думаю, я готов к долгосрочной ответственности по защите этого национального леса от тотального разрушения. Я рада слышать, что ты действительно об этом думал. На самом деле, знаешь, я немного погуляю, прежде чем приносить себя в жертву. Хорошо, вперед. Окей, теперь я готов, за работу. Как тебе эти нескольких драгоценных секунд безработной свободы? О, волшебно. Отлично, теперь за работу. О, сразу девятый день. Привет, Генри. Хорошо проводишь день. Так. Я могу и не уехать отсюда. Я звоню с плохими новостями. Две девушки, Челоси Стивенс и Лили МакЛейн, объявлены пропавшим без вести. Их родители в Калифорнии неделю от них ничего не слышали. Они должны были встретиться с твоей тетей в Коди. Если это те девушки, с которыми мы разбрались на прошлой неделе, ты, скорее всего... Скажи им там, что я с радостью отвечу на все вопросы. Слушай, это не должно быть проблемы, если, конечно, их не найдут мертвыми. Тогда возможно. Можешь мне ничего не говорить и тем самым избежать проблем? Нет, давайте скажем. Мне кажется, что-то сказать все же стоит. Да, без деталей. Мне совсем не хочется говорить с полицией. Мне тоже. Хорошо, Генри, спасибо. Наслажайся закатом. Хенри, проснись. Блин, тебе не холодно с разбитым окном. А, ты же заделал. Встань с кровати и возьми рацию. А чё, если я не буду отвечать, чё он будет делать? Что тебе нужно? Привет, мой большой дурачок! Милая, уже поздно. Я знаю, у тебя уставый голос. Да, я устал. Ты хорошо проводишь время? Что значит... Я не знаю, происходит что-то странное. Да, неприятно. Я уверен, что все будет хорошо. Ладно, иди спать. Делайла вроде милая. Конечно. Пока, родной. Чё, красить, третий день уже. Ну да, до первого сентября, блин. Так, чё ты там тыкаешь? Опять к ней, что следовать на север за припасы. Неужели так трудно доставить припасы прямо к вышкам? Ну, мне доставляют на дом. Это... Как это работает? Плюсы 10 лет стажа, ты идёшь за ними пешком, 30 градусов на жару. А я решила кроссворды. А я решаю кроссворды. Жизнь ужасна. Блин. Чё. Фасоль, чернослив, вяленое мясо. Ты знаешь, моя сестра ест шесть чернослив в день. Шесть. Она очень... Она бы прекрасно подошла для этой работы, если бы ей не нужны были тонны чернослива. Так. Чё-то я опять заблудился, походу, да? Слушай, а кто такая Джулс? То есть, я предположила, что это твоя бывшая? Подожди. Э, она... Погоди, разве я тебе о ней говорил? Нет, не совсем. Тогда как? Пару недель назад ты вызвал меня по рации, и в середине ночи, думаю, ты говорил во сне. Нет, я услышала только имя Джулия, и решила спросить. Послушай, я не хочу о ней говорить, хорошо? Да, судя по твоему, ты облажался по крупному. Что я только что сказал? Послушай, за несколько месяцев до того, как я устроилась на эту работу, у меня был парень, Харвер. Он невероятный, заботливый, сексуальный. Он был у Рисчиков в Каспере. Мы встречались почти пять лет. Я работала в школе лидерства на природе штата Вайоминг, и я была одержима ею. Я так хотела стать инструктором, и я была уверена, что выйду замуж за Харвера, когда мне будет угодно. В школу лидерства была также хорошим поводом уехать из города, пить виски. А потом брат Харвер погиб во время работы в Джилете, и по какой-то причине я не поехала домой. Печально. Харвер сказал, что всё нормально, он поедет на похороны, позаботится о своей маме, что такое. Когда он вернулся, то я ушёл от меня. И я приехала сюда, наврала сестре, что он трахнул нашу соседку. Так что я тебе соврала, я приехала сюда с разбитым сердцем, так же, как и ты. Ты мне ничего не рассказываешь, но тем не менее, у меня вот такая вот история. Я нашёл припасы. Отлично, наслаждайся. Так, а, тут даже подписано. Ну, давайте своё возьмём, чё. Окей, я взял всё, что было нужно, пора обедиться. Только своё, так? Ты за кого меня принимаешь? Интересно, там чё-то такой маленький этот ящичек, и уже 30 дней прошло. У тебя место в первом ряду, но, возможно, самый крупный пожар в этом летом. Я вызову помощь, они пришлют в команду профи для подавления, но я уверен, мы с ним на всё лето. И у него ещё нет названия, я обычно придумываю для них что-то смешное, или практичное, или немного непристойное. Но почему бы не представить эту участь тебе? Так. Пожар кренделя... О, давайте пожар кренделя. Итак, это идеи. Может быть, назвать его пожар кренделя? Такое название будет продаваться? Тебе это реально понравится? Да, я же говорил, смешно. Ладно, пусть будет пожар кренделя. Меня, наверное, спросят, не был ли несчастный случай на полевой кухне. Там у подножия холма есть ручей. Знаешь, что мне там нравится делать? Что? Брать бутылку того, что есть под рукой, опускать её в воду и оставлять там хваждаться на весь день. Какая алкоголичка. И тогда таким горячими ночами, как сегодняшняя, у меня будет вкусный и прохладный напиток. Я научилась этому своей сестре в Санта-Фе. Она так поступила с бутылкой текилы рядом со своим домом. Делала маргариты размером со свою голову. Тебе бы там понравилось. Давайте поспиртуем. Если бы я был там с тобой, то мне бы точно понравилось. И смотришь на пожар? Да, я так. Мне нравится, как он выглядит ночью. Днём это просто дым. Но когда садится солнце, в них можно потеряться. Я рада, что ты здесь. Я тоже. Я не говорю с другими дозорами так часто, как говорю с тобой. И не таким образом. Я буду рад поговорить с тобой, даже если тебе не комфортно раскрываться. Ты всегда можешь это сделать. Я бы хотел быть рядом. Я тоже. Мы могли бы сидеть снаружи. Мы могли бы говорить. Эти кратцы. Мы могли бы... Ну... Ну-ка, 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 давай договаривай. Что? Что могли бы? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, да я тебе расскажу. Мгм... Секос. Секос это хорошо. Ты ходишь рыбачить без лицензии? Это одна рыба, и меня уже тошнит от здешней еды. Я никому не скажу, что это браконьер, сучка. Кстати, лесники мне постоянно рапортуют о проблемах на медведях, за которым они стараются следить. Можешь посмотреть вокруг озера, нет ли свежих следов, и дать мне знать. Там работала противопожарная команда на востоке, и ты знаешь, иногда они тревожат животных. Так. Проблема на медведях? Чёрт, я придерживаюсь мнения, что все они проблемы. Пожалуйста. Ну, я видел, что они могут сделать с деревом, а дерево это даже еда. Ух ты, чё за планшет? Да, я нашёл здесь планшет, и здесь происходит что-то странное. На озере? Что такое? Кто-то записал то, что мы говорили друг другу. Рим. Это бессмысленно. Я не говорю с другими дозорами так часто, и так говорю с тобой. Не таким образом. Погоди, секунду, здесь что-то есть. Хенри? Я боюсь. Кто там? Ты не нашел и не ел каких-то мусорьев, а ты? Я имею в виду, они могут быть весны, но... Там никаких грибов не нашёл, от них прикольно, но побочный эффект ужасающий. В любом случае, дай мне знать, хорошо, ковбой? О, Господи, я не знаю, почему я тебе так называл. Я рацию здесь нашёл. Ээээ, окей. Нашёл... Ох, ёп. Вставай быстрее, блин. Не бей лежачего козлина, блин. Вставай, чё разлёгся? Гэмер, ты здесь? Блин, я же сейчас встану, а ну выходи. Чёрт, у меня ударили по голове, кто-то ударил чем-то. Это медведь. Ты серьёзно? Какого чёрта там происходит? Я не знаю, Господи. Так, ещё раз, ты нашёл планшет с записями наших разговоров. Что ещё там было? Я не знаю, их больше нет. Как и их рации, кто-то мог меня убить, сдавай его. Какого... Что происходит? Что такое станция Вапити... Вапити, Вапити? Не знаю. Я увидел название станции Вапити в момент, когда меня вырубили. Тебе на данной станции Вапити о чём-то говорит? Лук Вапити, возможно, это лук Вапити. Он есть на наших картах, он недалеко от того места, где ты находишься. Это к северу. Ага, куда мы направлялись, походу. Понял. Ты уверен, что ты видел... Что видел, Генри? Может, ты разозлил ещё каких-то туристов? Они пришли, чтобы тайком... С чего мне придумывать? В лучшем случае, это безумная ложь. В лучшем, дерьмовая шутка. Ты весь не пил? Ты чё, блин, козлинь? Окей, окей, прости, я верю тебе, но этот разговор был две недели назад. Ты знаешь, я... Я знаю, а где гарантии, что у них нет записи разговора трёх-четырёх-пятинедельной давности? Наши... Все наши отношения, дружба, всё наше лето. Происходит. Здесь кто-то с рацией делает заметки и разговаривает бог знает с кем. Так. Я пошёл за ответами. Отлично, сохрани спокойствие, не делай ничего безумного. Например, не брать работу в полной дыре, с отсутствием возможности избежать. Ты имел в виду, кого-нибудь не убивать. Так. Окей, я здесь. Это похоже на чёртову зону 51. Может, у них там инопланетяне? Было бы здорово. Посмотрим. Так, пробраться через забор. Давай, вот между мной и луком большой забор из проволоки. Большой, он идёт на обоих направлениях гектар. Так, я попытался, но чего не выходит. Я не знаю, сколько я могу ещё околачиваться. Ага. Господи, если ты был пожарником, снёс. Там ребята работают над контролируемым. За горькой Руби, там есть лагерь, они положили труп в тропу. Так, мы пойдём пожарных искать тогда. Ё-о-о, как далеко идти. Так, значит, сейчас идём, потом... Право, понял. Ну, пошлите, быстренько бежим. Чё такое? Кто там щёлкает? Я всё слышу. Давай, полез, полез. Давай его не молчи. Так, я иду... А я не туда иду. Надо вон туда идти. А, ну тут можно вот так, не прыгать. Чё-то такое? Дымок такой интересный сделали. Дымку. Конечно, неправдоподобно, но ладно. Так. Бежим. Не останавливаемся. Так. Чё тут? Нам, значит, сейчас надо будет по правой стороне и всё время прям потом, да? Я брожу к востоку от озера. В какую сторону идти? Она к юго-восточному углу твоей карты. Лагерь скаутов, где располагались пожарные, должен быть на твоей карте. Он выглядит как маленький треугольник. Да, похоже на палатку. Так. Это мне не сюда. Это мне наверх. Потом, да. Пойдёмте. Хорошо, что мы здесь верёвочку оставили. А то бы, блин. Так, я навела справки, кажется... Дозорные говорят правду. У тебя ничего странного не происходит? Нет, ничего особенного. Ничего особенного или ничего? Ничего. Как-то вечер у меня была открыта дверь, но это не странно. Это не похоже на ничего. Это ничего обещающее тебе. Хорошо, я иду к лаберу. В любом случае. Эй, ты сейчас сказал, держи рацию при себе. Да? Прежде чем она на меня напали, я увезу рацию на земле, примерно как у меня. И? Ты не думаешь, что кто-то, ну... Может быть, кто-то перехватывал наши частоты. Хенри... Это просто мысль. Я даже не знаю, как это сделать. Но ты звучишь взволнованно. Нет, я не волнуюсь, окей. Давай без паники, продолжай обход. Как скажешь, босс. Вау, здесь старое, кажется, это называется магическое колесо. Ну, его сделали американские индейцы, народа Кроу. Небольших... Здесь много. Так, чуть-чуть не популярируешься. Нейт, я держу это в mind. Я вижу, где они провели контролирование выгорания. Я сейчас могу пройти. Обычно они не делают такого так близко к воде, но, думаю, они решили перестраховаться, чтобы огонь не перекинулся через реку и не сжёг вершушку. За это мы отдельное спасибо. Так, лагерь скаутов в Кюг-Востоку от реки. У меня почти пришёл. Что случится, если контролируемое выгорание выйдет из-под контроля? У кого-то уволят. Серьёзно? Да ну, это был просто несчастный случай. Я даже не в настроении разгадывать кроссворд. Так. Слепые крысы. Ладно, больше вот нафиг не надо. Я знаю, что пока непонятно, что именно происходит, но у меня нехорошее предчувствие. Мне не нравится чувствовать себя уязвимой. Тут нельзя просто вызвать полицию. Я думала о Гудвинах. Что если с ним произошло что-то... Стра... Подобно... Странное. Ух ты. Отец... У него был отец, чтобы его защищать, не так ли? Ты не думаешь? Нет, наверное, ты прав. Это было три года назад. Он в школе сейчас. Он на север-бректе. Да, ты прав, ты прав. Кто тут вечно лазит за мной, блин? Задолбали. Так. Ага. Ох ты. Тут какие-то странные снегоходы. Ничего себе. Кажется, один из этих бедняк ехал через этот пруд и утопил его. Обратный путь к цивилизации был невесём. Так, мне что... Ага, вот пришёл я. Лагерь Аропахо. Ты там? Я там. Он здесь с 50-х. Мне идея скаутского движения никогда не нравилась. Никогда не нравилась идея того, что мужчины организуют мальчиков вокруг своих идеалов. Боясь большого числа скаутов. Боясь большого числа кого угодно. Места обратно в лагерь больше нет. Я пойду через овраг и посмотрю, есть ли место, где можно. Перейти. Так. Здесь можно прыгнуть? Здесь нельзя прыгнуть. А здесь... Так. Прыгай. Так, тоже нельзя. А здесь... Может здесь всё-таки можно? А, вот, точно. Назад интересно, как ты будешь прыгать. Тотем. Ты иногда разговариваешь с кем-то, кто связан? Нет, их давно здесь не было, и вообще мне особенно нечего сказать школьникам. Если это не Брэйн Гудвин. Если нужно, я могу поддержать беседу с кем угодно. Ну и это даже здорово, слушать от всех его странные хобби. Он не был скаутом или членом Вебова, или что-то в этом. Мне показалось только, что этот мальчик с трудом мог связать свои шнурки. Какой узел? Ну, это такой узел, для которого ты слишком старый упрям. Его используют. Ты имеешь в виду... Ты умеешь его завязывать? О, нет. Я так понимаю, это маленькое укрытие. То, где они держат. Кого ты держишь, короче, блядь. Не успеваю я, в общем-то, и смотреть, и читать, и вообще... Да, эти ребят... Нет. Я нашел место, где они сидели. Черт. Я нашел топор. Если они его оставили один из членов команды, он называет... Похоже на топор, эта штука очень поможет. Они кое-что оставили, что-то типа инструкции от них, от их босса. Через несколько дней направятся в трофер по поручению доктора Симпсона к станции Вапити. Вапити стаи? Вапити стаи? Холи крап. Офига себе. Продолжать читать. Ой, я думал, остановиться для пущей загадочности. Мама всегда говорила, что рано или поздно встречу кого-то, кто ответит мне тем же. У них там исследовательский кинцер, он волновался о пожарах. Кто-то записывал наш разговор, а теперь мы узнаем, что у них там... Узнаем, что у них там исследовательский центр. Что они исследуют? Да, походу, нас они исследуют, бля. Нас, они исследуют нас. Ты думаешь, они изучают тебя и меня? Да, думаю. Может, это исследование двух незнакомых людей, которые говорят друг с другом каждый день. Да, думаю так. Думаю, нам следует допускать вероятность, что это всё просто большое невзопонимание. Но если ты видел то, о чём говоришь... Чёрт, Генри. Хорошо, что дальше? У меня есть топор, я найду путь через овраг обратно к исследовательскому центру. Так, ну шо ж, пойдёмте. Ты там? У меня возникла мысль. Да. Ты слышал кого-то в кустах? Да. Окей, давай считать, что за нами сидят. Или, по крайней мере, за тобой. Где ты сейчас? Я на пути обратно. Лес то есть, то нет. Вокруг ничего. Ты кого-нибудь видишь? Нет, абсолютно точно. Хорошо, тогда скажи мне, что ты думаешь... Ты только что кашлял? Нет. А ты только что кашлял? Нет. Так, так, так. Ведь кто-то вроде другого дозорного не может быть на этой линии, так? Нет. Без модификации наших раций это невозможно. Я понимаешь, я услышал, как ты говорил с ним. Я просто оставил свою линию открытой, это не тот случай. Иди в свою башню, запри дверь, не выходи и не используй свою рацию, я с тобой свяжусь. Ты меня понял? Я с тобой свяжусь. Это что-то уже как-то интересненько. Вышка Тарофер, это две тропы, вызываю тебя уже в 50-ый раз за сегодня. Пожарь кренделя продолжает двигаться в южном направлении. Делайла, какой хрен, возьми рацию. Привет, солнышко. Я ненадолго отходил, чем могу помочь? Я и глазами сам по прошлой ночи, и уже начинаю с ума сходить в последние шесть часов. А чего ты такая веселая? Это новый день. Что за день, которым нас одарили? Может, я еще сплю, может быть, я не бодстрил всю ночь, зная, что кто-то... Вообще-то я спал отлично. Ну, ладно. Кстати, я тут подумал, висит ли еще на твоей вышке плакат Флоры Леса Шошони? Что? Это просто правило, чтобы они висели. Ну, там информация о твоей вышке, о видах деревьев в зоне и так далее. А, вот она. Просто взгляни на него, убедись, что с ним все тип-топ. Окей, да, он здесь, почему он так себя ведешь? Отлично, просто замечательно. Ты видишь дерево в верхнем ряду, второе слева? Конечно. Это... Нет. Не нужно мне говорить, просто усвой его, отличное дерево. И в твоей зоне есть место названия этим деревом, куда тебе, возможно, стоит сегодня сходить. Возможно. Ага, окей, может мне и правда стоит прогуляться. Ничего лучше полуденный. Сыщите со мной, как бы и верешься. О, пожар грендели и не собирается утихать, да? Нет, поэтому парни пришли сюда проконтролировать его выгорание. Сейчас мы можем только внимательно следить за ним. О, они попытаются его затушить? Нет. Так, мне, походу, вон туда. Да, ну-ка. Походу. Сейчас посмотрим. Да, вроде туда. Что ж, давайте дойдем до этого загадочного дерева, и надо уже заканчивать. Так, я же, по-моему, правильно идти, да? По-моему. Да, 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 правильно, правильно. Ящичек. Так, этот ящик, по-моему, не вскрывали еще. Так, или вскрывали? Нет. Так, и у нас, по-моему, полная карта почти, да? Так, почти полная карта, ага. Что у нас за... Очень хочется, чтобы высшие силы не спасали нам не такие отстойные рации. Обычно я предпочитаю ручку и бумагу, но время от времени было бы хорошо пообщаться голосом. Моя сестра продолжает оставлять мне сообщения в главном офисе. Я не думаю, что она понимает, что я взялся за эту работу, чтобы не иметь дело с ней или мамой. Я сижу на месте, пытаясь придумывать, что ей сказать. Но вместо этого выпил уже четверть бутылки. Алкаш. Так, туалетная бумага. Книги. Все, больше ничего нет. Пошлите дальше. Кто-то там ходит за мной, блин, а? Задолбали. Я все слышу! Так, куда что-то дерево? Так, кто там, сука, ходит? Блин. Что-то как-то уже комедия превращается в какой-то триллер. Сейчас нам дадут тут, походу, просраться. Так. Ну, я вот здесь вот. Я здесь, вот, у Полинового ручья. Я здесь, вот, у Полинового ручья. Да. А, пять, шесть, семь, восемь. Так, о. Я нашел, что ты доставил. Отлично. Позвали мне через... Когда это... Забрал. Я потратил весь день, чтобы доставить. Я добралась до ящика, соврала рейнджеру, соврала еще одному рейнджеру и надеясь ты сейчас держишь новую чистую рацию. Нам нужно попасть в этот центр. Наши рации прослушиваются... И серьезно? Наши рации определенно прослушиваются. Вот почему я оставил тебе новую. Как это вообще возможно? Я не знаю, Генри. А что ты знаешь? Так, мне надо сейчас налево. С другим дозором так же все происходит? Может, они за кем-то еще следят? Это происходит только с нами. В остальном все в порядке. Ты уверена? Да, я попыталась обсудить с дозорными и с Чим Ронг, Лосиной Тропы и Медвежьего Клыка. И все они меня не понимали. Спрашивали, все в порядке ли у меня. Странный координат Рокургер спросил, нет ли у меня женских проблем. Так что нет, такого с другими не происходит. И я не буду больше их спрашивать. Я только что переоделась, лежа на полу. Я направляюсь в той палатке, в той калитке, и теперь у меня есть топор. Скоро мы что-то узнаем. Тебе нужно попасть в тот центр. Позвоним, если что-нибудь найдешь. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом закончим, наверное. И продолжим с вами в следующей серии. Всем большое спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока.